Йоу, всем привет! Снова с вами Макс Рор, вы на канале о путешествиях, и не только. Мы продолжаем наше путешествие по Европе. Мы на моем самодельном автодоме отправляемся сегодня с Германии в Швейцарию. Йоу, погнали! Покидаем мы Франк-Рунамайне, движемся сейчас в сторону Цюриха. По пути будем посматривать еще различные замки. Кстати, именно южная часть Германии очень полна огромными, просто монументальными замками. Покажу вам что-то интересное. Скажу еще, что Франк-Рунамайне является одним из крупных, наверное, развязок аэропортов, то есть это считается хабом. К слову, в Германии, наверное, это в Европе единственная страна, в которой шикарные, просто шикарные автобаны, и они все бесплатные. Во многих местах здесь даже no limit, то есть ты можешь ехать с огромнейшей скорости. Здесь, например, висит знак 100, значит, у тебя есть лимит 100 км в час, логично. Но в некоторых местах прямо есть no limit, и ты можешь на крайнем левом ряду выжимать, сколько может твой автомобиль. И, кстати, очень многие здесь валят быстро. Вот этот регион от Франк-Рунамайне до Тутгарда до Швейцарии вообще очень прямо заполнены автодомами. Здесь по дороге буквально минут каких-то 15-20 ты можешь встретить еще один автодом. Красивые места, но я бы сказал бы так, Германия мне не очень нравится. Она на самом деле стала очень грязноватая, особенно там, где есть иммигранты, вообще прям это очень чувствуется. Маленькие деревни, они красивые, более комфортные, а большие города, вот реально весь сброд, все туда. Ну, это мое личное мнение. Мне очень нравятся, наверное, из самых топовых городов, которые я считаю в Германии, это Мюнхен, Бавария, друзья. С погодой нам, конечно, не повезло. Начало сентября, и уже вот так заливает дождями. Температура на улице 16 градусов, вроде как комфортно, но путешествовать хочется все же с хорошей погодой. Ну, едем на юг. Такое приятное городишко. Тихий, такой спокойный, видно старые постройки, здания очень интересные. С одной и с другой стороны, разделенные рекой. Шикарно просто. Уютно прямо здесь. Вот такая Германия мне нравится. Реки, улочки классные. Друзья, мы находимся в городе Альштадет, где находится один из красивейших замков Германии, Гейдельбургский замок. Мы сейчас находимся в подножье около этого замка, но видим, что как-то все было раньше пафосно и красиво. Здесь такая прямо зигзаговая дорога, где ты поднимаешься серпантинами наверх. Погода такая мокренькая, сразу кажется осенняя. Блин, какие вот интересные заборища. Возможно, что они как раз держали грунт, но видно здесь был очень богатый чувак. В Германии вы можете арендовать вот такой скутер. В каждой стране, в принципе, они есть. Кстати, скажу, что если просто прокатиться для фана, это, конечно, интереснее. Вообще познавать город на скутере, на самокате электро, интересно. Если посчитать его стоимость, то, конечно, если у вас там трое-четверо, то проще ездить на такси. Даже в таких зданиях чувствуется вот этой стариной архитектура. И то, что здесь раньше, когда жил очень богатый человек, рядом с ним, конечно, поменее богатенькие люди так же оселились. Здесь интересные такие дорожки. Ты понимаешь, это подъем как раз таки в сторону замка. Здесь несколько путей, можно подъехать на парковку, можно подняться на фаникулере, а то даже какой-то частный дом. Правда, видно, что заброшены. Ну вот начинается территория замка. Огромнейшие площади, равнина. Тут прямо такой парк. Он, конечно, полуразрушен. Сейчас посмотрю, какие виды. Ну, да уж, не дает насладиться. Но вид шикарный здесь. Вход замка, конечно же, платный. Но мы посмотрим хотя бы немножко у стороны. Там есть часть замка, которую еще отреставрировали, сохранили. Но не большая его часть. Чтобы понимали всю глубину и размер. Просто что-то бесподобное. Смотрите, какая высота стен. И это еще в то время все строилось. Как это было помпезно и шикарно, да? Не дает мне погода залететь на дроне. Все в ожидании, когда же закончится дождик. Что можно посмотреть, как эта часть стены, она рухнула. И не развалившись. Насколько строили качественно. Просто упало. Что-то, возможно, рвануло. Но это очень круто. Вот это строили. Так строили. На века. На тысячелетия. Территория, конечно, очень большая. Смотрите, сколько места, где можно погулять, защищенное еще горами. Там строения какие-то продолжаются. Сколько надо было этого кирпича. Сколько этого надо было силы навести, настроить, наделать. Все это стащить на гору. Молодцы, конечно. Кстати, вы знали, что самые красивые замки, кстати, находятся в Германии. Смотрите, шикарная скульптура. Вроде как и голова нормальная, и копыта. Сам сделан такой височкообразной формы. Лошадь, очень круто. Вот это я понимаю тема. Вы смотрите, насколько сделано, интересно и круто. Во-первых, копыта, они как бронзовые. Все стальное-стальное, и это как бочка, и оттуда что-то выпадало. Очень круто. Такая сумасшедшая крэйзи-лошадь. Ах, это супер. Еще одна скульптура с кроссовком. Возможно, даже здесь можно и рыбку увидеть. А это вход в подземелье, в скалу. Я думаю, что, возможно, здесь пещеры были. Ну, и как раз на этой почве и мутили уже здесь замок. Но вообще, конечно, смотрится шикарно. Представьте, какой он был красивый. А здесь подземелье с лягушками. Вау! Ну, конечно, друзья, не забудьте поставить лайк, написать комментарий и нажать колокольчик. Конечно же, если тебе нравится канал Макс Травер, то ты можешь его поддержать. Под видео есть ссылочка на различные донейши, он также можешь стать спонсором. Ну, и, конечно, вам приятного просмотра. Сегодня будет еще круче, чем вчера. В общем, друзья, Гейдельсбург. Очень красивый и интересный город. Рекомендую, конечно, его посетить. Замок и вообще погулять по старым улицам будет просто мега круто. Он такой реально немецко-колоритный город. Скажу так, однозначно, да. Очень, очень приятный город. Да, вообще понравился, прям едешь и хочется остаться, да, Максим? Ну, если бы не лето, то мы просто едем лето. Кто не знает. Если бы была погода бы классная, то можно было, конечно, здесь даже заночевать, еще и погулять. Можно припинить для путешествий, но с удовольствием не создать. Так что вот такой он, имейте в виду, маршрут. Этот город Гейдельсбург очень даже достойный. Прям вот целый день на него потратить или переночевать, потратить. Вот это вот все ощутить, все очень понравилось. Вот, смотрите, один дом, второй дом. Очень много я видел и самодельных автодомов. Вообще много из навстречу едут автодома. Просто огромнейшее количество, друзья. Вот так вот. Такие развилочки у нас. Очередная заправочка. И 2.14 я нашел самое дешевое. Есть такое приложение, называется оно, я вам сейчас скажу, Fuel Flash. Ты можешь на нем увидеть стоимость топлива. Но, если ты едешь по автобану, всегда топливо будет дороже в разы. Как только ты сезжаешь в какую-нибудь деревушку, там будет чуть дешевле. Так что, мейте. Ну, видите, тоже маркетинговый ход. 2 евро, 15 центов. Литр бензина. Солярки-то, егей. И это самый дешевый. Реально можно где-то было найти что-то по 1,9, но не на юге. В Швейцарии 2,5 почти. И будем надеяться, что в Италии будет чуть дешевле. В Хорватии точно 1,5 нашел. Ну, друзья, мы видим уже наверху горы еще один замок, который мы хотим посмотреть. Здесь вообще такая типичная постройка, похоже вообще на Америку. Стука автохаусов, разных маленьких частных. Величенно она так возвышается. Слушай, ну такие площади, такие огромные размеры его. И тут я желаю какая-нибудь принцесса знать. Продолжение следует... Красивый, друзья, замок. Но, к сожалению, дождь загнал нас в автомобиль. Ну и не получилось нормально полетать. Так что мы кушаем, ужинаем нашим семейством в автодоме. И планируем дальнейшую поездку. Мы выдвинулись, друзья, дальше. И следующая у нас Швейцария. Буквально через 120 километров. Там мы где-то и заночуем в красивых местах. Вот это лимиты. 30 километров в час. А тут третий. Безопасность, прежде всего, маленький городок. Мы уже не одну проезжаем деревню. Сейчас 10 часов вечера. И вот просто все как вымерло. Практически никого нет. Один-два дома на всю деревню, которые, наверное, еще гдят. А вот у нас, друзья, и граница. Может, вот здесь, в этом на реке, и на другую? Очень никого нет. А, Винет. Ну, Винетка. Там была? Там написано Авинет. Авинет? Ну, как Винетка. Авинет. Но это не Швейцария, это еще немецкая. Интересно, мы в Швейцарии. Но мы не можем купить Винетку, потому что уже ничего не работает. Сейчас уже пол одиннадцатого. Заправки, в которых можно купить Винетку, они закрыты. Мы остановились у полиции, чтобы уточнить, где можно купить Винетку. Нам полиция сразу такая, так, отдавайте свои паспорта. Мы дали паспорт, они проверили мои, жены, посмотрели машину. И на этом сказали, окей, едь. Но, оказалось, заправки не работают уже. И мы решили, наверное, все же не будем рисковать, валить где-нибудь дальше. Потому что, возможно, что потом мы просто, отъехав от границы, не купим эту Винетку. Это тоже вполне возможно. Ладно, будем ложиться спать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова